Всем привет! В этом видео я поделюсь с вами секретами по оптимизации работы Firefox. Как вам, думаю, известно Firefox самый распространенный браузер на Linux, все так или иначе задумывались как его ускорить, сделать экономнее, особенно на маломощном железе. Правда если у вас совсем слабый ПК, менее 4 гигабайт оперативы, то вам поможет только новое железо. Для начала нам нужно войти в скрытые настройки Firefox, введя в адресной строке About Config и нажать Enter. После нажимаем кнопку Я принимаю на себя риск. Если вам кажется, что браузер потребляет много RAM, то есть возможность несколько умерить его аппетиты, для этого создадим твик который снизит потребление оперативной памяти приблизительно на 20%. Пропишем следующее. Нажмем на плюс, и переведем значение в True. Далее в строку поиска вводим Browser Session Story Interval. Эта опция позволяет увеличить временный промежуток, после которого браузер сохраняет текущую сессию на диск. Увеличение данного показателя позволяет немного разгрузить оперативную память. По умолчанию задано число 15000, его можно увеличить до 100000. Вводим в поисковую строку Browser Session Hestream Accentries. Этот параметр отвечает за количество шагов, которое пользователь мог сделать при помощи кнопки назад. В принципе, можно даже выставить значение 15, хуже от этого не будет, зато некий объем оперативной памяти освободится. В параметре ниже меняем значение с минус 1 на 2. Параметр Browser Session Story MaxTabZendu регулирует количество закрытых вкладок в памяти, по умолчанию их 25, но большинству пользователей такого количества не нужно, поэтому значение можно уменьшить. Отключим опции геолокации, переведя параметр Geo Enabled Falls. Теперь ищем настройку с именем Accessibility Type Headfind, это автозаполнение в строке поиска. Эти предложения не играют особой роли, но немного тормозят веб-обозреватель. Проверяем, чтобы была в Falls. Ищем Network Prefetch Next и также переводим в Falls. Этим действием мы запрещаем браузеру предсказывать открытие ссылок пользователям. Когда веб-обозреватель такое делает, то он начинает подбружать тот контент, который находится по этой самой ссылке. А это замедляет работу. После чего не забудьте перезагрузить Firefox. Также посоветую следующие расширения, которые блокируют рекламу, трекеры и разные левые элементы в Орл-адресах, загрузка которых может тормозить браузер. На этом все, подписывайтесь и ждите новых видео.